Рассмотрим задачу 1 из досрочных вариантов ЕГЭ по физике. Точка А движется по окружности с периодом обращения Т. Как изменится центр устремительного ускорения точки, если период обращения увеличится в 2 раза? Изобразим чертеж. И, соответственно, рассмотрим, что такое центр устремительного ускорения. Когда точка движется по окружности, то, соответственно, в каждый момент времени скорость у нее направлена под углом 90 градусов к ее радиусу. И эта скорость будет V. И это будет происходить в каждой точке. Здесь, здесь и здесь. Также, в каждый момент времени при ее движении у нее будет нормальная составляющая ускорения, которую мы также называем центростремительным. АС. Вот это А центростремительное ускорение связано с скоростью посредством следующего соотношения. Просто когда вообще решают задачи на движение точки по окружности, важно просто вспомнить вот эту вот формулу. V квадрате на R. Затем надо связать вот этот наш центр устремительного ускорения с периодом обращения точки по окружности. На первый взгляд это не так очевидно. Но, допустим, вспомним, что такое у нас скорость. Скорость, в общем случае, это путь и время, которое нам необходимо затратить на то, чтобы этот путь пройти. В данном случае путем является вся вот эта наша окружность. Таким образом, если мы распишем наш путь как длину окружности, то временем, за которое наша точка, всю вот эту нашу окружность обходит, будет являться как раз периодом обращения T. Таким образом, мы используем вот эту нашу формулу, где у нас стоит скорость в квадрате, да, и определение скорости можем выразить в наше центр устремительное ускорение. Оно у нас будет равняться как 2π в квадрате на r в квадрате на t квадрат на r. Таким образом, мы можем сократить r. Но в нашей задаче нас больше всего интересует та часть, которая связана с периодом, поскольку здесь написано, что у нас период обращения увеличится 2 раза. То есть, распишем, допустим, c1, это то, что у нас было в начале, до увеличения, на a, c2. Это после увеличения будет соотноситься друг с другом как t1 в квадрате на t2 в квадрате. Таким образом, период обращения, если он увеличится в 2 раза, то есть, t2, это у нас после увеличения будет равняться 2t1. То, поставляя вместо t2 сюда, мы можем получить 2t1 в квадрате, деленный на t1 в квадрате, будет равняться 4. Отсюда следует, что если период обращения увеличится в 2 раза, то центростремительное ускорение уменьшится в 4 раза. Обращаю ваше внимание, что соотношение получено из этого, вот из этого соотношения, то что c1, это до увеличения, c2 после. Как вы видите, в 4 раза, в 4 раза, ускорение уменьшится, уменьшится. Вот и все. Спасибо за внимание.